Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. 125 граммов, за которыми жизнь. В Сочи стартовала акция блокадный хлеб. По одной в каждом районе. Сочинцы сами выберут территории, которые будут благоустроены в 2021 году. Капитальный ремонт в Лысогорском тоннеле входит в активную фазу. Там применят современную технологию. Сдадут ли родители экзамен девятиклассника? Взрослые пробовали пройти обязательное собеседование по русскому языку. Кубани готовятся перейти на новую систему обращения с мусором. Полигоны, на которые десятилетиями свозили отходы и сжили себя. Значит, требуются новые технологии. Как сохранить экологию и внедрить современные системы утилизации, обсуждали на совещании по реализации мусорной реформы в крае. Провел его губернатор региона. Заседание прошло в Белореченске. Город выбрали не случайно. Местная свалка давно тревожит жителей. Пластик, бумага, стекло и металлы. Почти 2,5 миллиона тонн мусора. Именно столько отходов образовалось на Кубани в прошлом году. Масштабы особенно хорошо видны с воздуха. Глава Кубани вместе с прокурором края сегодня специально прилетели в Белореченск. Здесь Вениамин Кондратьев и Сергей Табельский проводят совещание по обращению с твердыми и коммунальными отходами. Место встречи выбрано не случайно. С декабря прошлого года горожане жалуются на местный полигон. По их словам, свалка буквально отравляет им жизнь. Мы хотим здесь жить, рожать, выращивать и прочее. Не убегать. Межмуниципальный полигон работает уже три года. Он обслуживает пять районов. Обширонский, Белореченский, Туапсинский, а также Горячий Ключ и Сочи. В год сюда свозят более 150 тысяч тонн мусора. После первых жалоб на неприятный запах по поручению губернатора на полигон была направлена специальная комиссия, которая выявила нарушение при захоранивании отходов. При общественниках и местных жителях Мениамин Кондратьев интересуется у министра ЖКХ Края о результатах проверки. По ситуации, которая была, то есть сегодня она может повториться, либо нет? Сегодня она не повторится, ввиду того, что, как было отмечено, была нарушена технология. Данный факт мы его признаем. Он был обусловлен тем, что мало было количества техники, как вы отметили. Соответственно, были плохие погодные условия, и данная техника на полигоне смогла зайти и вовремя пересыпать тот мусор, который был завезен. На сегодняшний день количество техники увеличено в разы. Пересыпка ведется в объеме 30 сантиметров. Грунта засыпается, сфера того мусора, который завозится. То, что положено и по технологии. Вот, Евгений Ильич, давайте так. Если ситуация повторяется, это Ваша личная и персональная ответственность. Безусловно. И в целом, еще раз подчеркиваю, займитесь конкретно. Проблемой она уже перезрела. Нужно, я готов, я уже сказал, и Андрею Анатольевичу, и Анатолию Анатольевичу, на всех уровнях пробивать решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов тогда уже посредством наших больших госкорпораций. Если инвесторы, понятно, не могут никак дебет с кредитом свести. Абсолютно верно. Дать оценку, как проводилась эта рекультивация или, скажем, захоронение. Посмотрим, насколько с помощью специалистов глубоко и какие объемы слои. Ну, что нужно провести процессуальную проверку. Дать оценку действиям уже должностным лицам. На территории нынешнего полигона планируется возведение второй очереди на 13 гектарах. Однако местные жители предлагают перенести объект далеко за пределы своего города. Будет ли строиться новый полигон в Белореченске, решит специальная рабочая группа, куда войдут активисты, общественники, экологи. Губернатор уверен к вопросу, где будут располагаться такие площадки, нужно подойти с четким алгоритмом действий, опираясь на мнение профессионального сообщества. От нас то, что туда мы будем везти чуть дальше, мы с этим согласны. Мы согласны с тем, чтобы мы будем платить чуть больше по тарифу за то, что перевезут ТБО в другой район, но чтобы от нас это убрали. Коллеги, вот здесь не соглашусь. Вы сегодня говорите одно, а потом, когда тарифы будут расти, с днем с огнем вас не сыщешь. И это я уже проходил. Я услышал и явно согласен с тем, что нужно пересмотреть еще раз подход. И если он неверен, значит его изменить. Все. С этим я согласен. Но это должно быть профессиональное, взвешенное решение. Не популистское. А так сейчас каждый будет вставать и в любой район мы приедем. И каждый говорит, где угодно, только не у меня. Неправильно будет. Неправильно. И почему, если Андрей Владимирович сказал, помогите нам, жителям Горячего Ключа, и поверьте, там не только проснутся те жители, которые живут в 8-километровой зоне от этого потенциального полигона. Весь Горячий Ключ проснется. Взвешенно подойти, друзья. И там живут люди, и там. И там дети, и здесь дети. Взвешенно. Решение принимать, я уверен, нам. И я его приму, исходя из профессионального решения. Профессионального. Где будет и логистика, и экология, и общественность. Но по-другому никак. Для меня все, весь край, все дети края одинаковые. Все, в каком бы районе и не жили. И жители все одинаковые. В каком бы районе и не жили. Для Краснодарского края, который ежегодно посещает порядка 17 миллионов туристов, вопрос утилизации отходов один из самых острых. Сценарий, который сложился в Белореченском районе, не должен больше повториться, отмечает меня Мин Кондратьев. Тем более, что с 1 января в крае стартовала мусорная реформа. Цена таких ошибок – здоровье жителей и гостей региона. По новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами ставку делают на переработку мусора, а не на захоронении. По мнению главы края, такой способ утилизации уже устарел. То, что испытали на себе жители Белоречки, которые, я еще подчеркиваю, живут в зоне, которая прилегает к этой свалке, я их понимаю. Это не воздух, это определенная смесь. Непонятно из чего. То есть, естественно, ничего хорошего в здоровье здесь не будет. И точно оно не прибавится. Просто мусорные полигоны, даже современные, ситуацию в нашем крае не спасут. 17 миллионов отдыхающих плюс 6,5 миллионов жителей. Сколько нужно полигонов настроить современных? Да даже если настроим, ненадолго и хватит. Только перерабатывающие заводы. А вот он сказал президент. Четко и однозначно, что захоронение мусора должно быть от 3 до 30 процентов. А все остальное переработка. Поэтому просто прийти, заниматься сбором мусора и увезти его, и свалить на какой-то полигон, даже современный, проблему, решит. Да, но ненадолго. А потом она вывалится на наших детей и внуков. Вывалится огромной горой мусора. Огромной. Получается, что решение мусорного вопроса не ограничивается лишь открытием современных, более экологичных, но все-таки свалок. Региональные операторы, которые займутся утилизацией отходов в крае, должны будут обязательно построить перерабатывающие заводы. Конечно, не каждый житель края обрадуется такому соседству. Поэтому важно подойти к этому вопросу с математической точностью. Современную мусорную инфраструктуру будут строить с учетом логистической доступности и построения роз ветров. Каждый из нас на их месте, я уверен, каждый здесь сидящий в заде, человек активный, волевой, энергичный, неугомонный. Он бы тоже не захотел бы мириться, если бы он жил рядом с этим полигоном. И они не захотели. Поэтому одно решение здесь может быть. Это качественное решение проблемы и Белорусского полигона, и в целом мусорной проблемы в крае. В противном случае будет количественное решение. Проблемы, которые приведут к расширению полигонов, даже если мы будем выдать огромные деньги на них. Но качества мы не достигнем. Краснодарский край, согласно новой территориальной схеме, разбит на пять зон. Уборка и утилизация мусора, в которых займутся региональные операторы. Мусорная реформа – важная часть нацпроекта «Экология». Ее реализация на ежедневном контроле краевых властей. К этой работе губернатор попросил подключиться в прокурорский корпус экологов и общественников. Для кого-то мусор – это деньги, а для кого-то социальная проблема. Вот для меня это социальная проблема. А для кого-то деньги и выдавливают, и пихают, и отодвигают. Это не пойдет. Потому что у нас вот здесь разные диалоги у меня с этими товарищами. Для кого мусор – это прибыль и большая где-то прибыль. А для кого-то это та проблема, которую надо решить. Для меня ее надо решить. Решить раз и навсегда. От того, насколько успешно в крае заработают новые подходы в вопросе утилизации мусора, зависит не только реализация национального проекта, но и в целом качество жизни на Кубани, в регионе, которая славится чистым воздухом, зелеными лесами и полями. В случае следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погиб пенсионер. Минувшей ночью огонь возник на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Донской. Соседи вызвали пожарных. После того, как пламя потушили, в квартире было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Сейчас следователи устанавливают точную причину возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. Жертв политических репрессий казачества вспоминают сегодня на Кубани. Губернатор Вениамин Кондратьев и мэр Краснодара Евгений Первышов приняли участие в мероприятии в память о погибших в результате политического террора казаках. Глава региона возложил цветы на мемориале «Расстрельный угол». Памятное место облагородили на Всесвятском кладбище. С этой просьбой к губернатору не раз обращались горожане. Работы по реконструкции комплекса еще продолжатся. В этом году на территории мемориала будет установлен поклонный крест. Построят церковное помещение. В этом году исполняется 101 год со дня выхода документа о репрессии казаков. Тысячи казачьих семей на Кубани были уничтожены. Сегодня в регионе идет работа по восстановлению памяти о пострадавших в результате от этих событий. В 2013 году на пересечении улиц Красных партизан и Котовского в Краснодаре были обнаружены останки 128 жертв времен репрессии. Их перезахоронили на Всесвятском кладбище. Оценить норму блокадного хлеба можно и в 2020 году. В Сочи проходит всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Организована она к 76-летию снятия блокады Ленинграда. В сентябре обстрелы города велись круглосуточно. Всего за период блокады по Ленинграду было выпущено около 150 тысяч снарядов. В конце 41-го наступили самые тяжелые дни. Размер продовольственного пайка рабочего составлял 250 граммов хлеба в сутки. Служащим, иждивенцам и детям до 12 лет выдавали в два раза меньше. Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях и в книгах по истории. Она сохранилась в памяти ленинградцев. Сегодня в Сочи проживает 72 блокадника. Одна из них – Наталья Гайдамака. Во время блокады ей было чуть больше двух лет. И тем не менее Наталья Владимировна помнит, насколько страшной была зима 41-42-го. В два года вы ничего, вы только вспомните, что мама холодная, и на отзыв не отзывалась на то, что я ее звала. И думала, почему она молчит, почему она молчит, что с братиком. Они мертвые. И тетка родная меня нашла вот в таком уже виде. Я была без сознания. Это ад был. Ад. По сути дела в Ленинграде был ад в это время. Страшный. И как выжила я счастливейший человек перед вами. Не посчастливилось полутора миллионам человек. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. В каждой из этих дней сотни потерь. Люди умирали семьями. И почти все из них от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек, буханка хлеба из опилок. Сегодня 125-граммовый кусочек хлеба, именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей Ленинграда, это один из символов Великой Отечественной войны. Всероссийская акция «Блокадный хлеб», в рамках которой волонтеры раздают горожанам 125 граммов ржаного хлеба, как дань памяти о мирных жителях Ленинграда, которые два года боролись за жизнь, будучи в кольце фашистской блокады. Эмоциональное воздействие оказывает вот этот кусочек хлеба, потому что человек понимает, что это на весь день. У меня лично мурашки по коже пробежали, потому что мама рассказывала во время блокады, как они переживали, и рвали стен обои, вымачивали обои, брали оттуда клейстер, клейстер этот ели. Память и всем, кто погиб тогда во время блокады. Нужно, чтобы помнили, особенно молодежь, особенно дети, поэтому это очень здорово, что такая есть акция. Всероссийская акция «Памяти. Блокадный хлеб» продлится до 27 января. Именно в этот день, 76 лет назад, страна праздновала снятие блокады Ленинграда. В преддверии этой даты в Сочи пройдут встречи с блокадниками. С жителями осажденного города можно будет пообщаться лично. 27 января встречи пройдут в Адлерском кинотеатре «Комсомолец» и Лазаревском центре национальных культур. В Центральном районе 29 января в Доме культуры Нагорькова. Завершится цикл встреч 31 января в Доме творчества «Луч» в Хосте. Раздавать блокадный хлеб будут и на этих встречах, и во всех общественных местах города. Галина Моисеева, НГГ Беши, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 25 января в Сочи облачно. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем 4, 6 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 10. В Красной Поляне 25 января переменная облачность и снег. Температура воздуха ночью минус 7, минус 9. Днем минус 1, плюс 1. Сочинцы смогут выбрать территории, которые будут благоустроены в 2021 году. В рамках муниципальной программы формирования современной городской инфраструктуры в следующем году на курорте появятся 4 новые общественные территории. По одной в каждом районе города. 16 февраля будет проведено голосование по отбору площадок, которые необходимо благоустроить в первую очередь. В Хостинском районе предлагается обустроить одну из двух территорий. Сквер в микрорайоне Благодать, либо спортивно-оздоровительную площадку на улице Искры. В Лазаревском сквер рядом с горбольницей номер 1, либо набережную вдоль реки Псезуапсе. В Адлерском районе в следующем году можно будет разбить один из двух скверов по улице Молокова, либо в селе Красная Воля. В центральном районе жители могут сделать выбор. Обустроить в первую очередь зону отдыха на Мамайке, либо в микрорайоне Донской. Муниципальная программа формирования современной городской инфраструктуры действует на курорте с 2018 года. Созданные за это время зоны отдыха пользуются большой популярностью у сочинцев и гостей города. Это новые скверы в микрорайонах Голубые Дали, КСМ, Блинова, прогулочная зона на улице Альпийской, обновленный парк Кирова в Лазаревском и набережная реки Мацеста. Территорию на Мацесте продолжат благоустраивать и в этом году. Капитальный ремонт в Лысогорском тоннеле входит в активную фазу. Напомню, именно из-за необходимости ремонта этого тоннеля с января по апрель прервано железнодорожное сообщение между Сочи и Краснодаром. В тоннеле уже демонтированы рельсы. Их погрузили в специальные вагоны и вывезли. Вместо них здесь уложат новый путь по современной технологии, позволяющий снизить вибрацию и динамическое воздействие на своды тоннеля. Вместе с этим комфортнее станет и пассажиром. Поезд будет меньше трясти, увеличится его скорость, а значит сократится время в пути. Впервые в России было использовано в шестом-седьмом тоннелях сочинских. Далее аналогичную технологию мы использовали в Гойцком тоннеле северокавказской железной дороги, в Хадыжинском тоннеле, перегона Кабардинская-Хадыжинская. И аналогичная технология будет использована здесь, в Лысогорском тоннеле перегона Чинара-Челепси. Работы здесь были начаты 14 января. На подготовительном этапе были обустроены автодороги, стройплощадки и бытовые помещения. В тоннель завезены все необходимые материалы, включая 120 тонн арматуры. Нам предстоит демонтировать железобетонные шпалы на протяжении 18 суток и демонтировать, фрезеровать основания для устройства дальнейшего выравнивающего слоя. Общий срок 98 суток. Работа очень серьезная, потому что это первый тоннель в российской практике, что демонтируется жесткое основание, именно жесткое основание, бетонное основание. А так, все работы, я думаю, будут выполнить срок. Трехкилометровый Лысогорский тоннель построен в 1978 году. Износ сооружения был вызван электрохимической коррозией. Она, в свою очередь, обуславливается сложными горно-геологическими условиями. На объекте заняты более 100 специалистов. Полностью завершить капремонт планируется 21 апреля. Пока же поезда дальнего следования в сторону Черноморского побережья курсируют по Армавирской ветке. А перевозки пассажиров из Сочи в Краснодар стали мультимодальными. Часть пути люди едут на «Ласточке», а часть от Туапсе до Краснодара проезжают на автобусе. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Между Сочи и Бахрейном запустят прямое авиасообщение. Первый перелет из арабского государства запланирован на 15 июня. Об этом стало известно в ходе 40-й международной туристической выставки в Мадриде. На ней наш город представлен в рамках единой экспозиции, посвященной развитию туризма в России. Администрация курорта провела переговоры по организации турпотока из стран Персидского залива в Сочи с федеральным оператором «Свой ТЭС». Так была достигнута договоренность о дате запуска первого самолета из Бахрейна. Прямой рейс Сочи упростит перелеты и будет способствовать развитию турпотока из арабских стран. Родители сочинских девятиклассников сели за парты. Сегодня мамы и папы приняли участие в краевой акции. Они попытались пройти итоговое собеседование по русскому языку. Это самые смелые. А остальные собрались в школах, чтобы узнать об особенностях проведения этого обязательного для всех девятиклассников экзамена. Расскажет Ольга десятого. За партами родителей сочинских девятиклассников в десятой школе сегодня собрались 20 мам и пап, чтобы из первых уст узнать о первом серьезном экзамене их детей, итоговом собеседовании по русскому языку. Уже два года этот экзамен входит в число обязательных. Это условия допуска государственной итоговой ситуации, где каждый ребенок проходит собеседование. Продолжительность 15 минут этого итогового собеседования. Оценка по этому итоговому собеседованию – зачет, либо не зачет. Из одного класса родители направляются в другой. Здесь им наглядно показывают, как будет проходить экзамен. Первая часть итогового собеседования – это чтение текста, обычно про какого-то известного человека, и его пересказ. В роли школьника – учитель информатики 10-й школы. Вариант номер один. Я вам засекаю две минуты для подготовки к чтению. Пожалуйста. Экзаменатор оценивает правильность произношения слов, интонацию, темп чтения и точность пересказа. Другая часть собеседования – это так называемое монологическое высказывание на заданную тему и разговор с экзаменатором. Здесь оценивается умение школьника грамотно выражать свои мысли и вести диалог. Родителям девятиклассников предложили не просто посмотреть на экзамен со стороны, но и самим попробовать его сдать. Желающих, кстати, оказалось совсем немного. Лидия не просто пилотировала самолет. Она выполняла самые сложные фигуры высшего пилотажа. Сергей Кирселян по профессии педагог, учитель биологии. Сегодня на собеседовании читал и рассказывал про первую русскую летчицу Лидию Звереву, а еще рассуждал на заданную тему «Почему люди ссорятся». Сергей Кирселян признался, примерить на себя роль школьника, сдающего экзамен, было весьма волнительно. Принять участие, во-первых, я считаю, что необходимо на самом деле понять, почувствовать те состояния эмоций, которые может испытать мой ребенок. То есть это важно для меня не только как педагога, но и как отца, родителя своего сына. Всего же в Сочи к акции присоединились пять школ. Пройти собеседование по русскому языку или просто узнать подробности об экзамене пришли 92 родителя. Ну а у школьников для подготовки к своему первому серьезному экзамену остается совсем мало времени. Он назначен на 12 февраля. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Более 200 студентов сегодня приняли участие в волшебном квесте. Учащиеся всех учебных заведений собрались на площади возле городского собрания Сочи. О своем участии в квесте заявили более 30 команд. Это порядка 200 студентов. Своей сборной выставила каждая из 16 высших и среднеспециальных учебных заведений курорта. Квест создавали по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере. На станциях игры студенты готовили зелье в тайной комнате, роль которой выполняла небольшая детская палатка. Пытались оставить заклинание, а еще мастерили из бумаги волшебную палочку и играли в квиддич, вымышленную игру из Гарри Поттера. Важно отметить, что само студенчество, городской студенческий совет подготовил это для ребят. Очень много различных точек, ярких, классных. Ребята с удовольствием их проходят, а вечером ждет грандиозное событие. Это общая городская вечеринка для всех 16 среднеспециальных и высших учебных заведений. Квесты вечеринка проходят в Сочи в честь Дня студента. Его по всей стране будут отмечать завтра. Именно 25 января Елизавета Первая подписала указ об открытии Первого российского университета. Ну а официально День студента, или как его еще называют, Татьянин день, современной России отмечают с 2005 года. Добавлю, что в Сочи сегодня 15 тысяч студентов. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новый год